Здесь просто дыра в трубе. Краски в месте, где до переключателя, до стояка. Картина в стиле реализм. Понедельник для жителей дома номер 50 на улице Говорова оказался действительно тяжелым. Фонтан из кипятка в собственном санузле Александр Полунин ожидал видеть меньше всего. Потоки горячей воды соседями пытались остановить своими силами и подручными средствами, но тщетно. Уровень воды достиг щиколотки. В соседнем подъезде ситуация не лучше. Там тоже затопило несколько квартир. Жительница дома Юлия рассказывает, гудение труб было слышно даже на улице. Все жители начали писать в чат микрорайона, что начало срывать трубы. Течи пошли просто по всем четырем домам. Из металлических труб прям вырывало вот такие куски. Люди скидывали фотографии, видео. В коридорах есть такие помещения, где пожарные шланги. Текла вода там ручьем. Воды в квартирах уже нет. А вот домашние дела со вчерашнего дня на паузе. Мы не можем ни помыть посуду, ни пользоваться нормальным туалетом, ни помыть детей. Нам даже не подвезли воды. То есть элементарно. Люди справляются все своими силами. Скупили воду во всех прилегающих магазинах. Кто как может с этой ситуацией справляется. Коммунальщики объясняют. Дело в общедомовом стояке. Давление повысилось. Система не выдержала. Как результат, жильцы сразу двух домов. 50-го на Говорова и 165-го на Можайском шоссе лишились благ цивилизации. У нас на ЦДП-19 произошел технический сбой, который повысил давление от рабочего до испытательного. Соответственно, до максимально возможного давления, которым производится опрессовка домов. Сотрудники Одинцовской теплосети и управляющей компании уже обходят пострадавшие квартиры, выявляют дефекты, составляют акты и вырабатывают план дальнейших действий. Управляющая компания будет разбираться с собственником жилых помещений, а мы уже будем разбираться с управляющей компанией. Определять причины, почему это произошло и следствие, сколько это стоит, нужна ли какая-то компенсация жителям. Назначит компенсацию оценочная комиссия. Если будет доказана вина управляющей компании или Одинцовской теплосети, то жители получат полагающиеся им выплаты. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.